Первый рабочий день в новой должности Вениамин Кондратьев для начала пригласил на совещание своих главных помощников, вице-губернаторов. С каждым из них он знаком лично. Еще буквально год назад вместе работали в одной команде экс-главы региона Александра Ткачева. На встрече обсуждают планы и перспективы работы, а также возможные кадровые перемены. Главное, на что делает упор Кондратьев, все действия, как и прежде, должны быть направлены на развитие и процветание Кубани. Для меня принципиально важно, чтобы тот ритм, который существует сегодня и в экономике края, и в иных сферах, и в социальном направлении медицинском, и в целом в хозяйственных направлениях региона, конечно, был сохранен. Что касается вопроса команды, я думаю, этот вопрос мы будем с вами с каждым персональным режимом решать. Я поделюсь по персональному составу дальнейшей команды, с которой предстоит делать много, и по результатам общения с каждым это решение будет принято и отлучено. А сейчас прошу сохранять свой функционал в рамках своей компетенции, продолжать работать, не сбавляя темпов и ни в коем случае не обрушив те направления, которые сегодня вам доверят. Не понадобилось время на знакомство и на заседании с главами районов и мэрами крупных городов. Практически с каждым Вениамин Кондратьев встречался еще будучи заместителем главы региона. В начале своего обращения его губернатора выразил надежду, что с руководителями муниципалитетов сохранится двусторонний диалог. Это, по мнению Кондратьева, основной принцип совместной работы. Дальше ставит конкретные задачи. В срок закончить весеннюю пассивную и решить проблемы с тарифами ЖКХ, и навести лоск к майским праздникам и началу курортного сезона. Я обратил внимание еще на главкурортных городов. Сезон не за горами. Максимальное количество отдыхающих, в том числе и различных уровней и социальных возможностей, они будут находиться на нашем побережье. Мы должны не просто достойно их встречать, как это было вчера, но где-то потянуться еще выше. Второй момент, который важен для каждого из нас, это подготовка к первомайским праздникам и, конечно, 9 мая. Подготовка мемориалов, улиц, скверов, парков, что всегда было предметом гордости, я бы сказал, для края, когда гости видели побеленные деревья, ухоженные парки, скверы, мемориалы. Это, конечно, всегда отличало Кубань от других регионов. Поэтому, конечно, надо подготовиться. Сразу после рабочий день его губернатора продолжился объездом по кубанской столице. В первую очередь, руководители региона волновали вопросы благоустройства и социальной сферы. Особенно остро они стоят сегодня в новых микрорайонах. Город прирастает не только квадратными метрами, растет и количество жителей. В очереди на детские сады сегодня больше пяти тысяч маленьких краснодарцев. В московском микрорайоне Вениамин Кондратьев осматривает строительную площадку. Сегодня здесь уже заложили фундамент под новый детский сад. После окончания всех работ посещать его будут 160 малышей. Также немаловажно в новых микрорайонах уделять внимание и строительству других соцобъектов, замечает во время объезда Кондратьев. Жить должно быть удобно. В шаговой доступности школы, поликлиники, кабинеты врачей общей практики, отделение почты. Еще одна составляющая комфорта – прогулочные зоны. В московском микрорайоне его губернатора оценивают благоустройство бульвара Солнечного. Здесь почти в один километр новые пешеходные дорожки, разбитые газоны, высажены деревья и кустарники. Важно, чтобы на это количество квартир, жильцов, то есть максимально были школы, детсады, площадки и, конечно же, озеленение. Давайте сделаем его красивым, потому что сегодня мы видим обычный спальный район, но для Краснодара это неприемлемо. Я вот сейчас мы ехали, я видел красивый Краснодар, цветущий, зеленый Краснодар. Давайте сделаем этот микрорайон зеленым, красивым, как и весь город, который на самом деле сегодня уже есть. Работы по благоустройству кубанской столицы, краевые власти и в дальнейшем будут также поддерживать, заверил во время объезда Вениамин Кондратьев. Впрочем, не останутся в стороне и остальные города и районы региона. По словам его губернатора, внимание уделят абсолютно каждому муниципалитету.